Этот дом не подключен ни к газу, ни к электричеству, но в то же время здесь светло, тепло и уютно. Олег Павловский по образованию летчик-инструктор спортивной авиации, а по призванию автомеханик и мастер на все руки. Сам построил дом, но электро- и газоснабжение не подключил. Упор сделал на альтернативную энергию. Стройку я начинал, к электричеству по цене он не был, бегал к соседям, переноски таскал. А потом уже одну, вторую, третью панель поставил и начал сам себя обеспечивать. И стройку вел, так к машине подключил, панели разложил и пошел работать. А потом, когда уже крышу поставил, начал на крышу уже ставить панели. Сейчас Олег Павловский платит только за землю и водоснабжение. Теплообеспечение и электричество производятся энергией солнца. Электронику я люблю, нравилось, читал много статей по солнечной этой энергии альтернативной. Ну и начал по чуть-чуть, игрался одной панели, двумя, тремя. Плачу только за воду и за землю, и все больше. К электричеству я не подсоединен, электричество свое, газа нет, топлю дровами. Подключаться нет смысла никакого. На крыше дома несколько панелей солнечных батарей. Некоторые из них Олег сделал сам. В здании тепло и есть электричество, которого вполне хватает для бытовой техники и светодиодного освещения. Для жизни холодильник работает, как бы свет, все светодиодное, свет у нас вообще с головой его. То есть холодильник, телевизор, ноутбук, зарядки все для всего, сварочником. То есть я тут вот ворота все варил, как бы сварка, все это свое, что еще. Все инструменты, бетономешалки, все работает. Хозяин дома проводит экскурсию по своей мини-электростанции. Ее мощность около двух киловатт. 200 ватт сейчас зарядки, для 220-230 ватт. От солнечной панели вот приходит солнечный контроллер, который заряжает аккумуляторы. Все, что попало, собралось кучу бэушного, потому что бюджет маленький. И вот они заряжают аккумуляторы. С аккумулятора стоит вот инвертор, который делает 220 вольт. Он уже питает весь дом. Собрана такая электростанция в основном из старых автомобильных аккумуляторов. Часть дома освещения на 12 вольтах, где-то напрямую от аккумуляторов, без всяких потерь. Это сборка, они все в параллели, 12-вольтовые аккумуляторы. То есть это автомобильные, это гелевые, там, с подстанцией. Это с Lexus гибридного. Разобрана батарея была, спаяна ее для своих нужд. Ну, 13 вольт сейчас, может быть, заряженные аккумуляторы. Вот эти аккумуляторы питают весь дом. Рядом с мини-электростанцией коллектор. Другими словами, инновационная система отопления. Здесь он, получается, забирает снизу холодный воздух. И оттуда сверху, сейчас солнца нет, там закрыто, оттуда выходит уже горячий воздух. А сейчас нет солнца, температура в нем 11 градусов. Он настроен, включен на 26 градусов. Когда 26 градусов, коллектор нагревается, все, вентилятор включается автоматически и качает тепло мне в дом. Прибор сделан из жестяных банок и специального стекла. Мне он обошелся, ну, гривен 700, потому что стекла были, там, туда мелочь была, там мелочь, как бы, мне, как бы, недорого. Ну, стекло дорогое на него получает. Внутри это, да, пивные банки, которые валяются, там, можно, ну, по друзьям их собирать. Ну, по друзьям это долго было, я пошел на приемку, просто на приемки заказал, и мне собирали, там, в неделю по 300 баночек мне собирали. Для подстраховки в период холодов можно включить котел, но это редкость. Благодаря солнечному коллектору даже в пасмурную погоду температура воздуха в доме около 22 градусов. Вот я этот поставил, я уже днем тогда почти не топил, там, еле-еле я подтапливал, как бы, дом. Потому что он помогает в отоплении очень хорошо. Даже вот было тогда минус 6, и вот он 92 градуса дул в дом мне температуру. Практику внедрения альтернативных источников энергии уже присмотрели и соседи Олега Павловского. Соседа золотые руки, сам дом строил, с женой крышу крыли, мы только ахали, что, ну, молодость, это хорошо, и еще шумение надо иметь. Насчет его энергоразберегающих этих всех моментов, конечно, хотелось бы себе что-то перенять, потому что тарифы есть тарифы. Вот, ну, пока думаем, сами вряд ли сделаем, а купить посмотрим. К примеру, соседи Олега Павловского только за тепло в своем доме платят ежемесячно более трех тысяч гривен. У нас дома еще изначально построили три котла, твердое теплопливо, газовый котел и электрический. И вот такую погоду мы топим твердым дровами, тоже запаслись. А когда холодно, то газом, ну, конечно, суммы выходят приличные. Вот, несмотря на то, что часть времени топим брикетами, дровами, то три с полной тысячи за газ выходит, это как минимум. В обустройстве дома альтернативными источниками энергии главное – желание, знания и рабочие руки. Это все доступно в интернете, как бы, приложить голову, руки и сделать. В принципе, это несложно. Ну, кропотливая, да, работа. А так ничего сложного, все делается. С нами Олег делится планами, как еще можно улучшить энергонезависимость своего дома. В планах поставить еще вот второй, третий, четвертый коллектор вот на южную сторону. И они очень сильно будут, как бы, помогать в отоплении. Себестоимость теплового коллектора около двух тысяч гривен. Примерно столько же стоит и одна панель солнечной батареи. По завершению отопительного сезона хозяин дома сможет посчитать чистую экономию. Предварительно она составила более 10 тысяч гривен.